На обзоре стойки под мониторы ISO Acoustics ISO 155. Покажу сборку, АЧХ комнаты до и после и сравнительный аудиотест. Заказывал в немецком магазине Tomond D вместе с наушниками Beyerdynamic DT770 Pro. Ранее я заказывал там аудиоинтерфейс RMI Babyface Pro и на канале есть его обзор. Магазин с огромным выбором и выгодными ценами. Все товары хорошо упакованы и получены без повреждений. Стойки состоят из двух литых пластиковых рам, в углы которых впрессованы резиновые втулки. Во-первых, особенность конструкции стоек должна уменьшить негативные эффекты, связанные с передачей вибраций к опорной поверхности. Также производитель заявляет, что вибрации не передаются обратно в акустику, не сужают стереокартину и не размывают звук. Все это достигается за счет формы, толщины и твердости используемых материалов. Во-вторых, когда мы слушаем музыку, мы слышим смесь прямого звука от динамиков и его отражения от твердых поверхностей. Это сложение в пространстве называется интерференция. Стойки ISO Acoustics приподнимают акустику от плоской поверхности стола, тем самым мы можем получить более правильный звук. Соединительный элемент выполнен из стальной трубы, которую необходимо монтировать с усилием. Только так рама получит жесткость. Согласно инструкции, в комплекте на каждую стойку 4 длинных и 4 коротких трубки. Производитель предусмотрел возможность настройки угла акустической системы с помощью переходников двух типов, коротких и длинных. Я установил короткие переходники в фронтальные опоры, таким образом они стали немного длиннее. Акустика изменила угол на 6 градусов и стала направлена снизу вверх. После сборки конструкция крепкая, но имеет некоторую подвижность. Моя акустика JBL305 уже установлена на демпфирующие подкладки и функцию развязки передачи низкочастотных вибраций на стол они выполняют. К аналогичному функционалу стоек от ISO Acoustics прибавляем подъем уровня твиттера до уровня ушей сидящего слушателя. Для снятия АЧХ комнаты до и после установки стоек я использовал калиброванный микрофон. На каждую характеристику производились замеры более чем в 30 точках. По характеристикам видно, в районе 100 Гц у меня подъем на 12 дБ и два провала минус 6. На стойках ISO Acoustics подъем в 12 дБ остался. Он связан с установкой акустики в нишу у стены и расположением фазоинвертора сзади. Провал из сложного диапазона 1 кГц ушел. Живой тест я снимал микрофоном, установленным в точке прослушивания. Вы можете оценить разницу между двумя вариантами вместе со всеми особенностями комнаты, как есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас приведу пример звука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Использование стоек в работе показывает, что правильное расположение акустики в пространстве может изменить звук и его восприятие, сделать его более независимым и детальным. Применив дополнительную частотную корректировку, можно исправить проблемные частоты, связанные с особенностями обработкой комнаты, и получить правильный студийный звук. В примечании оставлю ссылку на архив с исходниками. Также там есть пример установки акустики просто на стол, как есть. Услышали вы разницу или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА